Друзья, всем привет! А вы знали, что аккумулятор для электроскутеров перед каждым сезоном, в начале весны, нужно проверять, диагностировать? На примере своего аккумулятора от электроскутера фирмы Екутер, я покажу, что нужно делать, как проверять аккумулятор перед началом мотосезона и для чего это вообще нужно делать. Те из вас, кто думают, что достаточно после зимы зарядить аккумулятор, поставить на электробайк и все будет в порядке и вы поедете, большие оптимисты, поверьте мне, друзья. Аккумулятор перед тем, как ставить даже на зарядное устройство, вы должны элементарно проверить тестером, какое у него напряжение. На примере своего электроскутера, смотрите, друзья, я сейчас все вам покажу. Мой электроскутер, мой аккумулятор 64 вольта, емкостью 30 ампер-часов. Проверяем напряжение. Берем тестер. Предел измерения 200 вольт. Есть силовые разъемы. Они, как правило, большие. Ставим плюс и минус. Итак, напряжение 64,7 вольта. В начале зимы я аккумулятор зарядил до напряжения 68 вольт. Вот смотрите, за 4 месяца напряжение просело практически на 3,2 вольта. И я вам скажу, что это плохо. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, открыли аккумулятор. Ищем гребенку. Гребенка – это такой разъем, которому подходит много балансировочных проводов. Смотрите, друзья, напряжение между соседними проводами, между соседними выводами вот этих вот маленьких проводов должно быть одинаковое. Должно быть одинаковое. Это очень важно. Итак, для проверки берем тестер. Ставим предел измерения 200 вольт. Теперь на аккумуляторе смотрим, где минус. В данном случае это черный провод. Вот он, черный провод. Соответственно, к минусу, вот у меня здесь открываю, ставлю щуп там, где минус и придавливаю крышкой. Все. Минус зафиксирован. Теперь на этой гребенке я должен поочередно, начиная от минуса, а минус тут обозначен черным, вот начиная от минуса, должен по очереди проверять напряжение на каждой параллели. Для этого я воспользуюсь иголкой вот с таким вот шариком, пластиковым шариком. Это для удобства просто использовать. Тестер, я думаю, видно. Начиная от первого вывода. Можем эти данные по очереди внести в таблицу. Тогда будет проще. Итак, для простоты я сделал вот такую вот таблицу. То есть, от 1 до 20 я написал те выводы. И теперь напротив каждого из выводов я буду записывать напряжение, которое будет показывать тестер. Опять же, напомню, от минуса. Начинаем измерять от минуса и записываем в таблицу. Итак, друзья, я замерил напряжение между всеми соседними выводами. И что я получил? Получилась вот такая вот таблица. То есть, между всеми соседними выводами напряжение 3 целых примерно и 7,7 вольта. Кроме одного. Кроме между 13 и 14 выводом напряжение 2 вольта. Вот, друзья, напряжение за зиму одной из параллелей ушло. Ушло до 2 вольт. Это очень плохо. Это говорит о том, что какая-то ячейка в этой параллели или несколько ячеек просели. По какой причине, пока непонятно. Вот. Здесь я обозначил, между какими параллелями напряжение стало 2 вольта и попытаюсь это напряжение поднять до уровня всех остальных ячеек. Что для этого нужно? Беру 2 иголки с пластиковыми шариками на конце. Вставляю в соответствующее отверстие на гребенке. Вот это плюс. Минус, видите, я ставлю не рядом, чтобы, не дай бог, не коротнуть их. Оставлю вот сюда, со стороны проводов. Вот. И теперь меряю напряжение. Давайте, чтобы вам было видно, какое напряжение. Да, ничего не видно. Так, сейчас как-нибудь возьму, чтобы тестер. Так, вот так видно. Видите? Напряжение 2 вольта. Напряжение всего 2 вольта. Это очень плохо. Это напряжение просело ниже 2,5, которое является критическим напряжением для литий-ионных аккумуляторов. Но попробуем вытянуть. Теперь к этим выводам подключаю лабораторный блок питания с напряжением 4,2 вольта. Итак, я подключил лабораторник к данным выводам. Красный это плюс, черный это минус. Смотрите, напряжение сейчас уже стало 2,6, и оно подымается. Ток, как видно, 1 ампер. Вот таким током в 1 ампер больше не стоит. Я буду раскачивать данную параллель, которая просела. И попробую ее выровнять до напряжения 3,7 вольта. Посмотрим, что получится. Заряжаю током 1 ампер. Почему? Потому что заряд идет через тонкие балансировочные провода. И поэтому, чтобы их не перегреть и тем более не спалить, больший ток ставить не нужно. Друзья, для вас прошло несколько секунд, а для меня больше 9 часов. И смотрите, напряжение я подтянул к общему напряжению, как и на других ячейках, 3,7 вольта. Теперь, дальнейшие действия. Оставляем аккумулятор вот в таком положении, отключаем зарядное устройство, оставляем на сутки и посмотрим, просядет напряжение или нет. Если напряжение просядет, тогда данную параллель нужно будет разбирать и тестировать каждый элемент. Прошли сутки. Давайте померяем напряжение. Не понизилось оно на данной параллели. Для этого берем тестер. Предел измерения 20 вольт. Как помните, напряжение было 3,7 вольта. 3,69 друзья. 3,7 3,69 3,7 Напряжение практически не понизилось. Дальнейшие наши действия. Подключаем штатное зарядное устройство. Аккумулятор прямо так. Аккумулятор не убираем. Подключили штатное зарядное. Заряжаем аккумулятор полностью. Потом померяем напряжение на проблемной параллели. Зарядное выключилось. Сейчас давайте померяем напряжение на нашей параллели. Напряжение как видно 4,17 вольта. Все в пределах нормы. Собираю аккумулятор, устанавливаю на скутер и провожу испытания. вольта. 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 Вольта.